His manners presented to Eva Kudryev's Seva, did I say that right? I'm close, sorry, for always being respectful and courteous to everyone. Мы поехали, вернее, Eva поехала, а мы пошли на собрание, первый раз на английское собрание, англоговорящее. Ева, ты подготовила комментарий на английском? А? Скажешь нам? Сейчас, подожди, а то мы не услышим тебя. Ты как в простоквашенах, теперь ты будешь бегать за ней, чтобы отдать фотографию. Мы должны обидеть Богу, нас, рулем, вместо человека. Молодец. Теперь мы будем с братом и... Такой зал у нас. Там, там, американский, здесь всякая информация. Вот такой наш новый зал. Ну как новый, мы и в старый будем ходить, и в этот. Красиво так вот эти деревья сделаны. Я по репетитам давала сестрой. А это, как это называется, библиотека, да. Да, Евочка? Да, тут было бы спросить нельзя. Как у нас, собственно, похоже, да. Интересно, эту книжку почитать взять можно? В общем, идем в собрание, хотим рассказать о впечатлениях. Впечатления, я даже не знаю, с чего начать. В общем, собрание очень большое. Там 130 человек. Если в нашем русском собрании, там, 35, где-то около 40 человек, а здесь 130. И настолько... Ну, представьте, то же самое мы собрание проходили во вторник, наше русское. То есть мысли мы все знаем, готовились, там, все. И когда стали слушать это все на английском, настолько интересно. Хорошо, что все-таки сначала у нас русское собрание, да, а потом уже английское. То есть мы уже знаем, о чем будет идти речь, и какой пункт там, что происходит. Так здорово это все звучит, то, что мы слышали на русском. Так здорово это все слышать на английском. Так это понравилось. Так нас встретили. Я не знаю, нет, наверное, ни одного человека, кто бы к нам не подошел из этих 130. Все подошли, там, здоровались, знакомились, поговорили. Слушайте, у меня язык болит. Вот чего нам не хватало. Это вот живого общения. Ева, Ева. Где? Руку мне, руку, руку, руку. Нам не хватало именно живого такого общения с живыми людьми. Непосредственно такого... Да, жизненного. Скажи, Виталик. Да? Мы два с половиной года потеряли. Да, мы два с половиной года. Нам нужно было вот это... То, что мы учили, конечно же, да, мы учили, слушали. Но нам нужно было практиковать. Мы сегодня столько... Я говорю, даже язык болит. Настолько мы сейчас... Вот и со многими, и с разными. Сейчас одна женщина такая говорит... Она говорит, мне нравится ее акцент. Такая поворачивается. Я засмеялась. Я же знаю, что у меня акцент-то. Но она говорит, ой, мне нравится ее акцент. Ой, короче, получили большой опыт. Будем ходить. Нас все ждут. Нас с нами пообщались. Ну, как бы Виталик-то, конечно, намного лучше строил эти быстропредложения. Вот. Я, конечно, тормозила много. Но нужно опыт. Нужно больше и больше тренировки. Больше общения. И тогда все пойдет, короче. Вот. Так что... Как сказать, с первым нашим таким опытом... Вообще, представьте, мы первый раз посетили англоговорящее собрание. Все то же самое происходит. Те же самые литература. Все то же самое. Те же самые видеоролики. Все те же самые мысли. Те же самые стихи из Библии. Только все на английском языке. То есть мы почти два часа прослушали ту же самую программу, которую мы знаем отлично со вторника. Да? На русском языке, который прослушали. Плюс еще до встречи и после встречи. Такой прямо, знаете, мозговой штурм. Это нужно было напрягать мозги. Нужно было говорить. Нужно было... Это очень-очень здоровский опыт. И очень большая тренировка именно, знаете, чтобы оно выскакивало. И так как люди доброжелательны в собрании, и с ними легче, вот так вот, знаете, как-то расслабляешься. Вы знаете, с разными людьми по-разному себя чувствуешь. С кем-то можешь говорить, с кем-то вот закрываешься и не можешь. Но так как здесь-то уж точно знаю, что тебя никто не осудит, никто не посмеется над тобой. Ну, как-то расслабляешься. Ну вот, а когда расслабляешься, то оно как-то уже... Не закрываешься, а начинаешь говорить. Вот. И я сама себя удивлялась. Думаю, надо же я... Надо же я ведь говорю. И меня понимают. Ну и наплевать на этот акцент, думаю. Некоторым даже он нравится, русский акцент. Думаю, это никого не пугает. Тут столько людей. Это Калифорния. Здесь столько разных национальностей, столько акцентов. Думаю, надо мне не зацикливаться на этом, а говорить, говорить, говорить. И вот то, что именно в собрании, то, что среди наших заверующих, среди наших братьев и сестер, это мне намного легче будет, знаете, побороть вот эту вот мою психологическую проблему, вот эту мою закрытость. То, что вот не могу я начать говорить, что вот, знаете, страх какой-то. Вот это я думаю, что нам поможет. Мне, по крайней мере, точно. Но Виталик. Виталик вообще я на него смотрю. Честно, до этого, когда он с братом говорил, когда мы приходили на разведку к этому залу царства, подходили, я на Виталика смотрю и на этого брата. На Виталика. Виталика, как это, знаете, лу-ла-ла-ла-ла-ла. Я думаю, ничего себе. Он у меня по-русски медленнее разговаривает, чем по-английски он с ним разговаривал. Так что Виталик приведняется у меня. Я теперь знаю. Наверняка. И сейчас, если я вдруг чего-то вот сейчас стояла, разговаривала, разговаривала, а он мне, типа, ни за что не буду помнить. Давай, давай, типа. А я... О, Виталик, как это сказать? Он такой, вспоминай. И я такая, раз, вспомнила. Потом как на Виталика Ева, говорит, похоже. Думаю, как это сказать, как две капли воды. Вспоминала это капли, капли, капли. Вспомнила. Дроп, дропс, капли. И все. Вот видите, когда напрягаешь мозги, оно и получается. А то я все, видите, Виталик рядом. Виталик, как это сказать? Ну, иногда он мне, когда уж я совсем там, знаете, ну, ступор, он мне помогал сейчас. Вот. Виталик молодец. Виталик, конечно, знаете, так. И у него акцент, у него хороший такой акцент. Его понимают прямо с первого. Он только начнет, там, пару слов скажет, и они уже сразу, понятно, понятно. А я начну говорить, они такие на меня, знаете, так, ну, как бы прислушиваются и присматриваются к губам и к жестам. А Виталику даже не нужно ни жестов, ничего. Он только скажет, они сразу, ага, и дальше болтают с ним. То есть Виталик, конечно, вообще, вот если ему сейчас пойти работать, пусть не прибедняется. Короче, у него нормальный английский. Это у нас эти, мне сказали, помните, я вам снимала это, ой, олеандр, вот. Розовый, бордовый и белый. Кусты олеандра, цветы олеандра. Так что вот так вот. У меня какой-то какие-то, я в эксайдинге, короче, это такая вся в восторге. Просто вообще, ну, как классно. Они, короче, мы будем вас ждать. Очень много сегодня на собрании говорили о русских собраниях, о свидетелях Иегово в России. Вот, и молились до встречи, после встречи. То есть затрагивали эту тему тоже посреди собрания. Комментарии на собрании давали, что то, что сейчас происходит, конечно, ну, нонсенс. Сейчас никто понять, вообще, как такое могло, как это вообще мирно, их мирную религию, мирных граждан взяли, вне закона объявили. Вот, но все, что происходит, значит, это как-то, значит, это надо. Так надо. В общем, все имеет смысл. Вот, и что хотел сказать, что то, что произошло, это получило такую широкую огласку. Люди, которые, может быть, никогда даже не слышали о свидетелях Иегово, о Библии и так далее, об учениях, об учениях библейских, о том, во что верят свидетели Иегово. Вот, то люди, никогда не слышавшие об этом, благодаря тому, что и свидетели Иегово в России запретили, многие узнали, и кто такие свидетели, и во что они верят, и узнали. В общем, такое свидетельство дано было. Здесь какое-то как эхо. Так что, видите, во всем есть что-то положительное. Положительное, я уверена, эта ситуация как-то должна разрешиться. В общем, все идет по плану. Собрание просто супер, все понравилось. Такие прямо все, знаете, и с юмором там, и как-то так вот они все разговаривают. Так интересно, как бы вроде то же самое собрание, да, но из-за того, что менталитет другой, другой язык, все как-то выражено. Песни, которые мы поем, и мы пели те же самые, их наизусть знаю практически, мы их знаем наизусть. И тут по английскому так это было интересно. Я даже прослезилась, настолько красиво это звучит на английском языке. Эти слова, эти песни. Вот, все, мы практически пришли, уже вообще рядом с домом. Будем ходить, и я думаю, это поможет нам. Improve our English. Будем improve our English. Все, всем пока, всем бай-бай. Извините, сколько времени? Виталик, сколько времени ты сейчас? А? Не знаю. В общем, в 7.30 начинается собрание, полтора часа. Пока поразговаривали, мы там пообщались. Наверное, часов 9-10. О, без 10-10. Представляете, сколько мы общались. Вообще здорово. Все, бай-бай. Пока-пока.